Здравствуйте, я Андрей Метлев, мы в студии Укралаев ТВ, и сегодня наши гости Анна Малер, юрист, криминолог. Анна, здравствуйте. И конечно же, тема, тема понедельника, это вот беспрецедентный революционный случай, связанный с тем, что валютные кредиты будут как-то у людей, у граждан наших, их очень много, меня среди них нет, реструктуризированы как-то они будут, из-за того, что был вот такой случай. Расскажите, пожалуйста, что произошло-то? Во-первых, по валютным кредитам уже очень много было исков, суды, и тем не менее, это тысячи, и тем не менее, суды пока выносили решение в пользу банков. Вот давеча вынесено решение, которое называется революционным, я считаю, когда договор клиента с банком, физического лица, кредитный договор, был признан недействительным. Этот договор был заключен в валюте и признан, но был недействительным по тем основаниям, которые содержатся, я уверена, во всех кредитных договорах. Поэтому на сегодняшний день есть возможность оспаривать действительность валютных кредитных договоров физическими лицами. То есть, вы слышите, кредиторы прямо сейчас нужно брать в руки, что называется, дипломаты? Да, и что интересно, что большинство кредитов, а я думаю, что все 100%, были выданы с нарушением закона о защите прав потребителей и остановлений Нацбанка, которые существуют в этой сфере. В частности, согласно этим нормативным актам, в кредитном договоре должна обозначаться конечная сумма выплаты, включая все проценты, страховки. Это является обязательным условием равенства сторон в договоре, когда клиент, видя конечную сумму своих выплат, на основании этого может изменить свое решение, брать кредит или не брать кредит. Так вот сейчас, после этого решения высшего специализированного суда, еще есть следующая инстанция, Верховный суд. Если Верховный суд подтвердит это решение, то этим они обязуют банки указывать в договоре конечную сумму кредита, конечную сумму выплаты, которая у человека есть, даже если это 20 лет кредит. И график, который устанавливается по выплате кредита, каждый отчетный период, также должна фиксироваться сумма, которая выплачена и сумма конечная, которая осталась. То есть как же так, вот юристы не сработали какие-то банковские, там же уж серьезные кадры работают. Я вам скажу, что на практике то, что я сталкивалась с договорами, которые делают банки, они же делают типовой договор, и вы как клиент не в состоянии вносить свои собственные правки туда. То есть вы либо соглашаетесь априори на этот договор, либо нет. В основном люди соглашаются, потому что люди вынуждены брать кредит, в частности на жилье. Мы об этих кредитах сейчас говорим. Автомобиль тоже неплохой кредит. Да, и банки, пользуясь монополией фактически на этом рынке, пользуясь беззаконием по большому счету, просто злоупотребляют. И все договора с банками, они так или иначе нарушают законодательство. Например, я постоянно сталкиваюсь с нарушением закона о банковской тайне, о личных наших информации, нашей личной, которую мы в банк передаем, и о том, как банки используют эту информацию. Надо сказать, что они используют это в нарушении законодательства, и мы, ну, в общем-то, у нас есть от этого и моральный ущерб, иногда может быть материальный. То есть банки выбалтывают наши тайны? Да, они... А что это, если можно, пример какой-то? Был у меня такой пример, когда банк разглашает информацию, которая является тайной информацией клиента, которая передает ее о себе. Ведь банки знают практически всю материальную подноготную человека, потому что, когда он берет кредит, он абсолютно все анкетные данные о себе рассказывает. Вот, и банки это проверяют, и между банками существует и определенная передача этой информации. И я вам скажу, что есть нечистоплотные сотрудники банков, которые пользуются этой информацией. Торгуют информацией. Торгуют этой информацией, да. Выкладывают в фейсбуке, в твиттере, где угодно. Вот, и я надеюсь, что это решение суда, которое сейчас было не в пользу банков практически впервые, а заставит нормальным образом урегулировать, наконец, вот эту сферу кредитов в нашем государстве. Валютных кредитов, подчеркиваем, да, это же очень важно сейчас для людей. Сейчас речь идет о валютных, потому что проблема стала именно о валютных кредитах. Хотя я вам скажу, что люди не в состоянии погашать, конечно, и гривневые. Но в связи вот с таким ненормальным ростом курса гривны, регулярно мы видим кредитный Майдан. Активисты собраны, да, это уже сейчас крупнейшая организация. Они постоянно находятся там и под зданием НБУ, и под администрацией президента регулярно находятся. И вот по их данным, они говорят, что около 4 миллионов человек сегодня в Украине, которые вынуждены выплачивать валютные кредиты. Значит, то, что эти кредиты вообще были взяты. Можно какую-то партию создавать, да, кредитный Майдан? Да, можно спокойно создать 4 миллиона, это огромное количество людей. В чем все активные, все как бы должны денег, и все не хотят их отдавать. Ну, сразу не хотят. Я вам скажу, что здесь два аспекта проблемы. Первое, это действительно экономическая неграмотность человека, который берет кредит. Потому что для этого надо сначала пойти и проконсультироваться с экономистами, и для себя уяснить, что валюта за все то время, которое фиксируется официально курс валюты, она всегда инфлируется. То есть курс даже долларов Америки растет, да. То есть, вернее, доллар обесценивается. Вот, поэтому надеяться, что в Украине, если человек берет на 20 лет кредит, что ничего не произойдет с курсом доллара, это просто не то, что даже наивно, это немного глупо. Потом, естественно, если бы человек пошел консультироваться с грамотным экономистом, ему бы подсказали, что кредит надо брать в той валюте, в которой ты зарабатываешь деньги. То есть, если ты стабильно зарабатываешь зарплату в евро или в долларах, то ты можешь себе позволить в этой валюте брать кредит. Если ты получаешь в гривнах, то ни в коем случае в валюте брать кредит нельзя. Поэтому здесь сыграла, конечно, с одной стороны элементарная экономическая безграмотность своего дела. Но с другой стороны, государство все-таки обязано было запретить валютные кредиты на территории Украины. То есть, то, что государство это позволило, это все-таки было лобби банковской сферы, я так подозреваю. И те бесчеловечные условия, на которых у нас выдаются кредиты, это тоже проблема не тех людей, которые берут эти кредиты, а тех, той банковской сферы, которая выдает на таких условиях. Ведь у нас проценты, они не поддаются никакой критике, это ненормальные проценты кредитов. И кроме того, самая главная проблема сегодня, что люди, которые берут кредит на недвижимость, у них в залоге находится недвижимость. И по нашему законодательству, если человек вовремя не вернул этот кредит, у него могут отобрать эту недвижимость, а дальше он еще остается должен банку. Это совершенно не честно, не справедливо со стороны государства по отношению к клиентам банка. Действительно, люди, которые берут кредит, все-таки по большей мере не имеют экономического образования, и эти нюансы не понимают. Чем пользуется государство? Значит, государство все-таки обязано защищать человека и установить правила, которые сейчас, кстати, уже есть в законопроекте Князевича, и в первом чтении Верховная Рада проголосовала это изменение, чтобы залоговое имущество позволяло человеку, если он не в состоянии выплатить кредит, рассчитаться с банком этим имуществом. И больше этот человек ничего не должен. Тогда это будет честно и справедливо. Князевич какой, да, вот все-таки он озаботился проблемами этих заемщиков, то есть нашим проблемами. Ну, потому что это серьезный социальный взрыв, 4 миллиона человек, это огромное количество людей, и проблема в том, что они же не то, что не хотят выплачивать, они не могут выплачивать. Я знаю очень многих людей, которые ко мне обращаются за помощью, которые уже там 2 или 3 месяца просто не погашают кредит по той причине, что им не за что будет кушать. Хотя это люди... Ну, там надо платить хотя бы проценты, важно же платить процентную ставку хотя бы, да? Да, ну вот те, с кем я общаюсь, они даже проценты сейчас не в состоянии погасить. Ну, вот вы сказали, Анна, все, что не по-американски как-то относятся у нас к людям, которые взяли кредиты в долларах, почему я вспомнил в Америке, да? Американский доллар, но в Америке-то вот, помню, картинку телевизионную, когда и дом отобрали, и потом еще банковую и разрушил, чтобы на этом месте что-то построить новенькое. А у нас же получается, что человек отдал свою квартирку, ну, дома вряд ли, там не так много, да? Да, и до конца жизни еще остается должен. Как так это может быть, что-то там... Я вам скажу, вот еще интересный момент, мне рассказывали наши переселенцы из Луганска, мои коллеги, что люди, которые взяли, вот мой коллега взял кредит на квартиру в Луганске, этот дом был разрушен, то есть он не пригоден для жилья, это строительство идет, там уже догоняли последние этажи, вот сейчас в этом доме уже никто никогда не сможет жить, а кредит продолжает платить. Попали по нему с нарядом каким-то, прямой наводкой? Да, кредит он продолжает платить, и проблема в том, что банки не считают это форс-мажором, вот даже так. Очень интересно. То есть здесь, безусловно, должно вмешиваться государство. Что это за банк такой был? Небось, какое-нибудь, не скажу название. Я затрудняюсь сейчас ответить, но я... Ну, их довольно много банков было, да? До сих пор еще много. Но здесь должно вмешиваться государство, я ни в коем случае не снимаю вину с должников, которые не проконсультировались с экономистами, которые в полной мере не взвесили свои возможности, но они не могут нести ответственность за форс-мажоры экономики, за войну, за то, что предыдущая власть просто опустошила государственный бюджет. То есть за такие вещи должник не должен нести ответственность, он должен быть защищен государством. Это звучит просто как музыка сфер. Но ведь те же самые граждане Украины имеют же право еще и на депозите хранить деньги, вернее, доллары, да? То есть долларовый вклад у нас есть? Значит, это... То же какой-никакой процент, как когда-то в Сберкассе было, там, советская, 2-3 процентика есть, да? Вот эта категория... Это, к сожалению, серьезная проблема, потому что банки, из-за того, что им не возвращают кредиты должники, они не в состоянии оплачивать проценты по депозитам. И не выдают депозит уже еще, да? Да. Соответственно, если государство каким-то образом сейчас защитит должников, возникает вопрос, за чей счет это происходит? Очевидно, это может произойти за счет вкладчиков. Если, опять-таки, в парламенте уже витает эта идея, и уже есть законопроект о том, чтобы реструктуризировать депозиты валютные, возможно, в гривневые. То есть, такие мысли, я надеюсь, что такие решения не будут приняты, но такие мысли витают. То есть, сегодня спешно надо искать... Как много сразу гривен будет у людей. За чей счет решить проблемы должников. Но это совершенно неправильно. Значит, государство изначально поставило неравные правила игры на этом рынке, вот пусть теперь государство за свой счет решает этот вопрос. Анна, там же еще, когда вы говорили великолепные мысли, так и Зевич, да? Насчет того, что финальная сумма всегда на непонятна, да? Еще и потому, что банк всегда имеет право какое-то в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку. Насчет того, если раз, раз в три месяца и поднял чуть-чуть процентик. Да, многие люди обнаруживают, что они должны еще потом какую-то страховку, какие-то странные там начисления идут, какие-то доплаты. И вот сколько я общаюсь с людьми обычными, которые не искушены в каких-то высоких экономических материях, они вообще не понимают, откуда берется эта сумочка. Говорят, я уже погасил все, у меня вдруг выплывают какие-то 400 долларов откуда-то. Вот недавно мне рассказывали о кредите на автомобиль, да? То есть речь идет о том, что уравновесить права и возможности и банка, и должника. Должник должен четко понимать, что вот его конечная цифра, допустим, там 750 тысяч гривен или там еще какая-то цифра конечная со всеми платежами, со всеми страховками. И больше банк не будет никакие деньги начислять дополнительно. Такую хорошую цифру назвали, собственно, почему именно ее? Ну это просто вот как-то интуитивно возникла цифра. Вот, посему это позволит сделать рынок честным, как минимум. Я так вот сейчас переживаю, просто за банкой очень сижу, поэтому такая пауза возникла. И думаю, что они-то точно найдут способ, как решить эту проблему со своими заемщиками и выйти все равно из воды какими-то сухими. Я вам скажу, что практика... Кто тот человек, который выиграл это дело? Известная его фамилия? Это как квартарию какой-то человек выиграл деньги, да? И вот он первый, и 4 миллиона след за ним сразу. Первая новость появилась, но я вам скажу, что опыт 23 лет независимости и существование, соответственно, банковской системы говорит о том, что никогда еще проблемы с банками не решались в пользу клиентов и должников. Они всегда решаются в пользу банковской системы, в пользу владельцев банка. Поэтому, кроме того, что люди не посоветовались с экономистами, когда брали кредиты, я вам скажу, что, в принципе, я восхищаюсь искренностью и доверчивостью наших людей, которые доверяют нашей банковской системе. Последние 20 лет наша банковская система работает только на то, чтобы дискредитировать свою надежность. Тем не менее, находится много людей, которые продолжают вкладывать депозиты, например. Некуда же деньги вбивать, несут не в чулок, а в банки несут, правильно, хранят. А еще и когда дают кредит, это же здорово, когда взял кредит, им можно вот когда-нибудь его даже не заплатить. Но в нашей стране... Если юристы помогут. Это точно. Но в нашей стране никто не застрахован от того, как вспомним, допустим, времена оранжевой революции. Когда запретили пользоваться людям деньгами на своих счетах. Когда у меня есть примеры, люди не могли оплатить медицинские услуги, образовательные услуги. У них были очень серьезные проблемы. Ну, недолго там было. Недолго же, да? Недолго. Но в любой момент это может произойти. В любой момент, даже если вы с карточкой выезжаете за рубежом, наши банки могут заблокировать то, что у нас какие-то вечные форс-мажоры. И вы можете там не рассчитаться. То есть наша банковская система имеет нулевую надежность. И поэтому человек, который, например, берет, может быть, ипотеку, это, ну, можно понять, это крайняя нужда. Человеку надо где-то жить, он ищет возможности. Но если человек вкладывает деньги в банк, да, открывает себе депозит, он должен четко осознавать свои риски. Риски у него стопроцентные. Потерять эти деньги в нашей стране. Что-то, да, я сейчас не кстати вспомнил замечательную историю Севастопольскую про дом в центре города, который вот тоже построили там, естественно, кредиты, банки, купили квартиры люди. А потом же общественность после переворотов, после там аннексии Крыма решила с этим домом как-то разобраться, чтобы не было там, не мозолил глаза. И все уже просто взрывники же, Севастополь, там, ну, видишь, боевые, подпилили какие-то несущие конструкции. Но спохватились соседи, живущие очень близко к этому дома. То есть, если его взорвать направлено даже взрывом, как обещают местные власти, то он куда-то рухнет. И вот очень я тоже переживал за счет, за этих людей, которые уже не живут, они вроде бы в нашей системе финансовой, но все равно переживаешь за людей. Аня, прекрасно, вот мы можем поздравить друг друга с тем, что в конце концов лед тронулся, да? И какой-то один счастливец, а вслед за ним эти вот, там, сколько-то тысяч и до миллионов четырех, думаю, не дойдет. Но думаю, что какие-то тысячи людей будут выигрывать еще у банков вслед за ним. И благодаря юристам нашим. Вот, теперь переходим к нашей любимой теме, которой вы, собственно говоря, на интере об этом уже прекрасно выступили. Но мне важно к ней перейти, потому что у нас-то вы об этом говорили много, и всех она волнует. Тема иллюстрации, вот, венецианской комиссии, которая несколько там внесла коррективы в наши эти законодательные все документы. Или что там произошло с Венецией-то? Я вам скажу, что венецианская комиссия просто спасла нашу иллюстрацию и спасла нашу власть от серьезного фола или от серьезного позора. Власть еще в этом не разобралась, и поэтому сейчас винят оппонентам, что вот якобы, ну, псевдооппозиция, да, или вот остатки партии регионов, вот они такие вредные, они обратились, значит, как-то там посодействовали, чтобы произошло обращение в венецианскую комиссию. Вот, и это, значит, из их злого умысла признали этот закон, я так скажу, несовершенным. Да, но я вам скажу первое, что венецианскую комиссию невозможно подкупить, потому что это авторитетнейший орган, решение которого носит исключительно рекомендательный характер, поэтому нет смысла никакого подкупать, да, во-первых. Во-вторых, это все-таки авторитетнейшие юристы около 60 стран. Как-то она называется точно, ведь по-научному? Это называется комиссия через право к демократии, которая находится при Совете Европы и занимается мониторингом законодательства. То есть если к ней обращаются для того, чтобы она дала заключение по поводу каких-то конституционных норм или законодательства, то авторитетные юристы, профессионалы высказывают свое рекомендательное мнение об этом. И речь идет исключительно о демократических ценностях, которые попираются теми или иными законами. В частности, закон иллюстрации как раз очень серьезно попирает права других людей. И на самом деле, я вам скажу, что история обернется так, что даже если оппозиция каким-то образом имеет отношение к этому решению, к тому, что вообще эта проблема попала в Венецианскую комиссию, то они этим наоборот спасли нашу власть от серьезного позора. Потому что закон об очищении власти, который был принят, он по сути направлен на то, чтобы не произвести иллюстрацию вообще. Я ни в коем случае не обвиняю авторов закона и активистов, иллюстрационный комитет, которые этим занимались. Я думаю, что ими воспользовались. Очень технично и красиво. Потому что тот закон, который вышел из-под пера президента, когда он его подписал, это оказался вообще не тот текст, за который голосовали депутаты. Совершенно не тот текст, за который сражались общественные деятели, активисты. Это совсем не тот текст. Так кто редактировал, поправлял это уже в парламенте у нас? Вот неизвестно, кто редактировал, но мы можем только догадываться. Но я вам скажу, эти силы, которые занимались такой беспощадной редакцией, в конечном итоге выпустили такой текст закона, который позволяет части людей избежать иллюстрации. Потому что там очень много лазеек. В частности, человек, который имеет статус участника боевых действий, он уже не подвижит иллюстрации. Например, такой момент. Или там очень интересная лазейка с иллюстрацией судей, где законом не прописана обязанность их люстрировать для высшей рады юстиции и для высшей квалификационной комиссии судей. А там употреблен такой очень хитрый термин, что министерство юстиции обращается с предложением у иллюстрации. Таким образом, выписывая текст, когда его читает общественный активист, у которого нет юридического образования, ему это слово ничего не говорит. А юристу это говорит о том, что такой термин не порождает обязанность иллюстрации. Вот таких маленьких тонких нюансов в законе очень много, которые позволяют части людей вообще избежать иллюстрации. А второй части уж, которая будет иллюстрирована, этот закон позволяет успешно обжаловать свою иллюстрацию в суде и восстановиться. При этом я считаю, что очень серьезно подставлена судебная система. То есть сейчас подножка была сделана для нее. Почему? Потому что если человек, которого иллюстрировали, обжалует свою иллюстрацию в суде и суд поступит по закону, то суд обязан будет восстановить этого человека. Почему? Потому что закон иллюстрации написан так, что любая иллюстрация происходит с нарушением Конституции и других законов Украины. Соответственно, она по закону должна быть признана недействительной. Когда суды это делают, вот сейчас уже есть первые прецеденты, то мы слышим общественное мнение, что суды враги народа, они, видите ли, против иллюстрации. Они не против иллюстрации, а против иллюстрации те, кто принял этот закон и которые били себя в грудь, что они хотят очистить власть. На самом деле они приняли вот такой закон с подвохом, по которому иллюстрировать никого нельзя. И в итоге этот бы фарс, естественно, вскрылся еще пару-тройку месяцев, и мы бы уже все это с вами поняли. Тем более, что иллюстрируют, в том числе известные люди были иллюстрированы, которые являлись не просто патриотами Украины, которые очень много сделали для Украины, и то, что человек находился какое-то время при должности, и в это же время параллельно был президентом Янукович, совершенно не означает, что этот человек не патриот, что этот человек узурпировал власть и так далее. То есть, да, вот критерий абсолютно неправильный. А там это было вписано, да, что если был при власти Януковича, то свободен. Да, там критерием иллюстрации являлось нахождение на определенных должностях, в которых перечислено очень много. Вперед с 2010 по 2014 год. Значит, это главное основание, по которому венецианская комиссия признает этот закон несовершенным. Потому что во время Януковича, ну, простите, из этих людей, которые подпадают сейчас под иллюстрацию, государственные служащие, большая часть людей, которые еще со времен Кравчука находились на государственной службе, у которых там по 20 лет этой выслуги и больше. И мы назвали режим Януковича преступным. Но разве к режиму Кучмы и Ющенко у нас нет вопросов на предмет правовой чистоты режима? Есть. Но мы же тех людей не иллюстрируем, значит, это какой-то неправильный критерий. Значит, критерий иллюстрации должен быть единственный. Это когда человек, чиновник, своими действиями или своим бездействием, ну, либо был соучастником, либо благоприятство препятствовал, да, узурпации власти Януковича, человек, который принимал участие в совершении преступлений против Украины, вот, человек, который своими действиями на должности нарушал права граждан. Безусловно, эти люди должны быть отстранены от власти. Путем иллюстрации, путем какого-то другого метода. Надо еще доказать, что они, собственно, не все, что наведу были. Безусловно, об этом международные эксперты говорят. Надо доказать причастность этих людей к преступному режиму. Для этого, конечно, сначала надо официально признать режим преступным. Потому что... То, о чем вы всегда повторяете, это уже не сделано, да? То есть, вы никто не занимает за ним. Я вам скажу, что и автор закона, и общественные активисты, с которыми я общалась на эту тему, они даже не осознали то, что в этом законе они назвали режим Януковича, и людей, работавших при нем, назвали преступниками автоматически. Все перечисленные должности, ниже, которые подлежат иллюстрации, они вытекают из первой статьи, где названо четкое преступление, узурпация власти Януковичем, преступление против основ национальной безопасности, нарушение прав человека. Соответственно, все, что вытекает из этой первой статьи, и все люди, которые подлежат иллюстрации, согласно написанному тексту закона, являются причастными к совершениям этих преступлений и правонарушений. Так вот, Венецианская комиссия, международные эксперты, которые до нее высказывались, в частности, высказывались американские юристы по этому поводу, государственные служащие, что Верховная Рада не может называть без суда людей преступниками, а если она взяла на себя такую смелость, тогда, простите, надо доказывать установленным законом порядки. И, пожалуйста, потом иллюстрировать. Интересно, все-таки вот услуги этой Венецианской комиссии, они платили или нет? Кто-то платит же за этот аудит юридический. Все-таки заплатили, наверное, наши граждане, говорят. Значит, я вам скажу, что не было таких фактов, свидетельствующих о том, что Венецианскую комиссию можно подкупить. Нет, это 59, по-моему, на сегодняшний день авторитетных юристов из 59 стран, которые высказывают обычно мнение только, как вам сказать, в одном направлении. Соответствует ли этот закон стандартам демократии, принятым в Европе? То есть за зарплату. Они себя там даже платят как-то или какие-то гонорары им платят и так. Дополнительно платить им не надо. Они и так выскажут свое мнение. Да, это абсолютно, я вам скажу... Это ложь или это может быть какой-то дешевый пиар о том, что их подкупили. Можно говорить, я тоже слышу сейчас эти заявления, только люди, которые вообще не представляют уровень этой комиссии. Прекрасно, что есть такие вообще комиссии где-то в Европе, в Венеции. Даже себе представляю, какой-то дворец, Конторини, гондолы. И на них эти вот юристы просто гребут сами. У нас наша власть, вот по ее поспешной реакции на решение, промежуточное решение Европейской комиссии, можно судить, что наша власть и люди, которые ее апологетами являются, не совсем понимают смысл всего, что делает Венецианская комиссия. А какая была реакция? Реакция была такая, что министр юстиции публично заявил, что Венецианская комиссия одобрила закон. Почему он это сказал, никто не знает. То есть прямо противоположное сказал. Да, мы не будем говорить, что он нас обманул. Возможно, он именно так интерпретировал решение Венецианской комиссии. Ну так понял. Однако потом было заявление главы Венецианской комиссии, в которое он заявил, что закон, мягко говоря, некорректен, по многим пунктам несовершенен. И Венецианская комиссия порекомендовала не использовать этот закон до тех пор, то есть приостановить люстрацию, до тех пор, пока не будут внесены изменения. Так вот я хочу сказать, что значения решений Венецианской комиссии очень простые. Нас силой никто не принуждает стремиться к европейским ценностям. Демократия — это штука добровольная. И поэтому в том обществе, в европейском, в западном обществе, существуют такие правила хорошего тона, джентльменские правила. И к ним не будут принуждать. Если мы не хотим быть демократическим государством, если мы хотим сейчас устроить расправу 1937 года, это наш выбор. И нас никто за это порицать не будет. Перед нами просто закроют двери. Есть факты низовой иллюстрации, так называемые, эти мусорные бачки и так далее. Недавно опять какой-то преподаватель, директор даже ПТУ, Инна Франковского, кажется, его вначале уволили, потому что он сотрудничал с режимом, потом как-то суд его вернул на место. Но учащиеся как-то дружно его все-таки через бачки опять убрали с этой должности. Вот как быть с этим народом, который все же сам вершит правосудие? Это же вне правового поля, в общем-то, да? Даже иллюстрацией назвать это нельзя. Безусловно. А что это такое? Это безкультурия, низкая политическая культура в обществе, которая в том числе спровоцирована не только какой-то недообразованностью, малограмотностью, отсутствием культуры и так далее, но которая еще и спровоцирована самой властью. Дело в том, что узурпация Януковича, это же какое-то уже такое расхожее слово, на самом деле никто не вдумывается в смысл, что такое была узурпация. Были установлены правовые механизмы, которые вообще не позволяли гражданам влиять каким-то образом на власть. Ведь вообще-то основной источник власти в Украине это кто? Это народная конституция. Мы ее делегируем, то есть нанимаем себе на работу депутатов, президентов. Соответственно, мы должны влиять на то, чтобы если они не исполняют свои полномочия, мы в состоянии были бы их легко отозвать. У нас этих механизмов нету, ни депутатов, ни президента, ни влиять на каких-то других чиновников, мы не в состоянии, у нас нет механизмов правовых. Поэтому люди прибегают к насилию. Любая власть на Западе, в цивилизованных странах, чтобы избежать насилия, позволяет гражданам влиять на кадровый состав, на смену власти. Вот все очень просто. Да, действительно, хорошо. Ну и последнее, пожалуй, самое любопытное сейчас, вот как там планы Урида, планы народа, так я себе представляю эту формулу. Как вы прокомментировали, приняты уже проголосованные, вот план выведения страны из этого кризиса, и все эти реформы связаны, конечно, с большим напряжением для социальной сферы, чем можно себе было представить до недавнего времени. Да, я уже ознакомилась с предложениями по внесению изменений в законодательство по ограничению бюджетных трат, где будут урезаны выплаты практически всем социальным категориям. Вот там и матери с детьми, и учителя, и врачи, и даже ветераны, и труда, и войны. Студенты, учащиеся, дети, в конце концов. Студенты, да, там очень широкий спектр. Больные в больницах, это же все, чего-то лишатся. Да, и сфера культуры затронута, сфера образования, спорта, ну, то есть практически все, что можно вспомнить, там затронуто в плане сокращения финансирования. Я вам скажу, что было бы странно, если бы во время войны увеличивали финансирование, увеличивали зарплаты, конечно же. Социальная сфера, да, или бюджетная? Да, это понятно, что государство находится в патовой экономической ситуации, и недавно министр, вновь назначенный, даже назвал Украину банкротом. Я думаю, что это правда. Кто это такой сказал? Это новый министр экономики сообщил. Наш гражданин или какой-то там бывший гражданин? На всякий случай назвал банкротом, чтобы с него не было особого такого спроса, да? Ну, это правда. И граждане должны понимать, что никакого повышения, безусловно, в ближайшие годы не будет. Ни зарплат, ни каких-то социальных выплат, это все понятно. Но меня смущает другое. Первое, мы не увидели, каким образом пострадают в этом случае олигархи, то есть готовы ли они точно так же жертвовать своими доходами, как простые граждане. Разделить с народом все тяготы, лишения вот этого периода. Например, есть такая интересная статья расхода, как использование природных ресурсов. Это наши ресурсы, мы как народ являемся собственниками, но их используют олигархи. Им совершенно несущественно повысили оплату, ренту за использование вот этих природных ресурсов. Вот вопрос, почему, значит, матери с детьми будут лишены или ограничены в каких-то выплатах, потому что нет источников. Почему одним из источников доходов не сделать повышение оплаты, существенное повышение, а не символическое, которое произвели, за использование нашего имущества, природных ресурсов Украины. И я вам скажу, что в том числе я считаю большой ошибкой и правительства, и президентского аппарата, что не ведется никакая разъяснительная работа с населением. Потому что действительно скапливается огромный негатив по поводу того, что каждый почувствует, что его карман опустошается. Это каждая семья на себе ощутит практически. И нет обращений ни президента, ни премьер-министра о том, что да, это вынужденная мера, мы просим вас это понять, мы просим вас принять участие вместе с нами в реформах. Мы, может быть, не гарантируем, но мы предполагаем, что вот через такой срок у нас начнется подъем экономики или что-то, да. То есть нет, я считаю, во время войны вообще каждую неделю мы должны слушать президента с отчетом, что он делал. Мне интересно, где он был, с кем он встречался, какие договора он подписал. Мы же ничего не знаем. И это смертельная ошибка нашей власти. Эту ошибку допускали все предыдущие власти, итог мы знаем. И эту ошибку вот сейчас уже призналась Экос Гулад за том, что эта ошибка была допущена грузинскими реформаторами. Они не разъясняли народу смысл реформ, которые они проводили. А ведь реформа, как в Польше, да, это происходило. Это шоковая терапия, от которой сначала происходит шаг назад, и только потом постепенно идут шаги вперед. У нас с населением никто не работает. У нас работают только над каким-то странным личным имиджем политиков. В Польше вспоминается время с 1991 годом, да? Во-первых, давно это было. Во-вторых, конечно, побольше кредитов не только посулили, но и надавали. Что мы получим от МВФ, это же несравнимая, наверное, цифра. Я вам скажу, что даже если не говорить об иностранном финансировании, никто нашей власти не мешает создать честные условия на рынке и привлечь сюда инвесторов. Никто не мешает нашей власти создать честную судебную систему, чтобы иностранный инвестор не боялся за свою собственность. Это главное, чего они боятся, кроме еще и экстрима вообще нашей экономики, да? Это незащищенность собственности. Никто не мешает без кредитов сейчас решить эти вопросы. Анна, вот вы не слышали, есть одна из версий таких популярных сейчас в сети, что с судебной системой радикально можно было бы решить все наши проблемы, ну, уйти там от коррупции и так далее, если перенести Верховный суд, какой-то независимый суд, в другую страну, чем-то не в Британию. И приводится пример Сингапура, там много лет это действует. Вы с такой версией не встречались? Или это невозможно нашей страны? Ну, почему бы нет? Министр у нас уже иностранцы, а тут еще и суд. Там хорошо, где нас нет. А во-вторых, это огромная иллюзия, что суды абсолютно не коррумпированы в западном мире. Это неправда. Просто коррупция имеет несколько иные, более благородные черты и формы. Да, действительно, не существует коррупции низовой, или она минимальна, когда обычные люди там разводятся, или обычные люди там что-то делят, или какие-то там смехотворные иски, какие-то небольшие суммы. На этом уровне коррупции нет. Однако там, где речь идет о принятии судебных решений на суммы выше миллиона евро, есть способы и формы влиять на решение судов. Например, во Франции существует элитарный клуб, в котором состоят адвокаты и судьи. И взносы в этот клуб существуют, они невысокие, они какие-то символические. Но судья, который является членом этого клуба, получает возможность пользоваться, как член клуба, виллами, яхтами, дорогими автомобилями, какими-то дорогими поездками за рубеж и так далее. Не скрытая ли эта форма влияния на судебную власть? Однако с точки зрения закона никакой коррупции нет. Видишь как? И таких механизмов, поверьте мне, очень много. Например, в западном мире есть такое понятие на корпоративные расходы, то, что у нас называется откатом, там они это называют по-другому и говорят, что у них нет коррупции. Так у них эти расходы на принятие решений есть, но у них, правда, это разумные цифры, это 10% где-то, плюс-минус. Чаевые примерно. Да. Вот, и они это не скрывают. То есть надежда, что наша судебная система будет реформирована как-то с помощью привлечения западных специалистов, это одно, но перенести ее куда-то, вынести за пределы Украины невозможно, да? Нет в этом резона и смысла. Можно воспользоваться советами иностранных консультантов. Но я вам скажу, что и в нашей стране огромное число профессионалов, которые в состоянии реформировать судебную систему. Главное, я вам скажу, в реформе судебной системы, чтобы власть не пыталась сделать суды лояльными к себе. Потому что каждая власть, каждый президент, который приходил в Украине, осадок у судей складывался такой, что власть пытается сделать их лояльными, потому что руками судов часто происходит передел собственности. Вот если власть не будет вмешиваться и позволит реформировать суды, это можно без проблем сделать. Анна, напоследок, все же главная проблема в нашей стране, это вот этот конфликт, он такой затухающий и снова разгорающийся, прямо мерами, как Гераклитов огонь. Но так или иначе, в связи с принятым уже планом выведения страны из кризиса и так далее, вы как себе представляете развитие ситуации на востоке нашей страны? То есть какой-то народный гнев возможен здесь из-за того, что люди будут лишены, если мир здесь нет, конечно, и вообще как-то они будут себя чувствовать ужасно, будут лишены последних средств к существованию, ну там рост, опять же, доллара, и продолжается эта война, которая пока еще к следующему Минску неизвестно дойдут сроки или нет, там как-то обещается, 19 число. Вот как вы видите, это связать можно, вот в вашем представлении это связывается, скажем, продолжение войны и реформы. Вот как это будет? Безусловно, потому что на войну можно списать провал любых реформ. Это первое, то есть это очень хорошая индульгенция на всякий случай. С другой стороны, это переориентация бюджета, все-таки больше в военную сферу, и посему это вынужденность ограничивать какие-то другие расходы, да, мы должны это понимать все. Плюс восстановление Востока, это будут огромные средства затрачены, но я вам скажу, что до тех пор, пока Путин физически жив и в добром здравии находится, этот конфликт будет максимально затянутым. То есть может быть год, два, три, неизвестно, но быстрого разрешения конфликта не будет. То есть надо сразу не питать иллюзий, не ждать чуда, чуда не будет. Как-то честно, вы меня подтолките к тому, чтобы мы не пожелали доброго здоровья президенту со всей страны. То есть все зависит от Путина, да? По вашему мнению. Я вам скажу, что сегодня Украина не является центральным игроком в этой проблеме, это уже понятно, и сегодня это выходит на уровень новой холодной войны, Запада и России. Я думаю, что те экономические рычаги, которые сегодня используют Запад, вот они как очевидно и будут разрешать наш конфликт. То есть делать огромную ставку на военные силы Украины не стоит. То есть они имеют значение безусловно, но очевидно не ключевое. Конечно, если мы не покажем свою способность противостоять России, то нас никто и не поддержит. Это само собой. Но надо отдавать себе отчет о размерах Украины и размерах России. И надо четко понимать, что самостоятельно мы не справимся. И гораздо разумнее не военные рычаги, а экономические. Новая интересная тема. Но, к сожалению, о экономических рычагах мы поговорим в следующий раз. Рада буду вас видеть в нашем студии. С нами была Анна Малер. Продолжаем трансляции на УКОЛ-ФТВ. И, Анна, до встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова